Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мы с девушкой достаточно давно вместе решили сыграть в свадьбу. Перед свадьбой узнали о беременности, и после новости о беременности она сильно изменилась. Сначала сказала, что не уверена во мне. Пропала ласка и забота с ее стороны, и потом вроде все было хорошо. После свадьбы все поменялось, она отстранилась от меня, ничего нет с ее стороны. Говорит, что я урод, поржу жизнь мати, и ее также оскорбляют. Я не понимаю, что я сделал, и что происходит вообще. Ну, в общем и целом, похоже, что девочка довольно болезненно воспринимает тот факт, что она беременна. Вот, то есть, ей это, ну, это ей вот тяжело дается, вот, и, в общем и целом, я так думаю, что у нее появились какие-то страхи, тревога, вот, у нее появились какие-то новые переживания. Которые, к которым она, вероятнее всего, оказалось не готовы. Вот, и, соответственно, срывает на вас то, что, вот, ее волнует. То есть, ну, так оно, в принципе, было всегда, что на близких людях легче всего выместить какой-то пар, да, вот, и так далее. Ну, на мой взгляд, да, вот, по моим каким-то наблюдениям, вот, к сожалению, это так, вот. Поэтому, что вам здесь мощно порекомендовать. На мой взгляд, у вас присутствует, ну, вот, в какой-то степени чувство вины, вот. Ну, мне так показалось. Соответственно, с чувством вины вам необходимо работать, потому что, ваше оно, это, с чувством вины может... В принципе, сожрать. Вот. Второй момент. Эм... 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 Необходимо... Эм... Говорить. Эм... 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 То, что происходит, да, неприемлемо. Ээм. Эм... 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 Вот, по возможности апеллировать к тому, значит, что нас объединяет, и, ну, на основе чего, да, вы сошлись, то есть ваша была симпатия и так далее. Есть, на мой взгляд, большая вероятность того, что девочка просто оказалась негативной, готова к беременности, вот, ну, просто вот она оказалась не готова к тому, что у нее будет ребенок, и она вот чувствует, что, вероятно, ее жизнь как-то вот, может быть, ну, закончена, да, может быть, вероятно, девушка чувствует, что ничего хорошего, больше ее не ждет, например, и вот, значит, отсюда получаются такие ее переживания, вот, тут, к сожалению, вряд ли можно будет что-то поделать, да, если только человек сам не обойдет до того, что, вот, это проблема, ну, я имею ввиду, вот, то, что с ней происходит, да, это проблема, проблема, и... В целом, довольно серьезная проблема. Вам же нужно больше думать о себе, вот, в этой ситуации, как мне, ну, как мне кажется, вам нужно больше думать о себе, и в большей степени смотреть на свои чувства, да, вот, вот, заботиться о сохранении себя, то есть, ну, заботиться о своем комфорте и так далее. Это очень важный момент, потому что, кроме вас, этого никто не сделает больше. Вот. Давайте мы сейчас немножко пройдемся по вашим текстам. Значит, вы пишете, мы с девушкой достаточно давно месяца решили сыграться в свадьбу. Ну, тут я всегда стараюсь уточнять, кто именно решил, потому что мы, вот эта вот формулировка мы, да, она несколько такая расплывчатая, я бы сказал. Вот, она предложила сыграть свадьбу или вы сами решили, что пора, вот, очень важный этот момент. А, коль вы давно вместе, коль вы давно вместе, ну, с девочкой, вот, то, хотелось бы, конечно, уточнить, что вас объединяет. То есть, что между вами общего, на чем базировались, да и базируются, может быть, ваши отношения. Дальше. Перед свадьбу узнали о беременности, ну, опять же, узнали, то есть, я понимаю, что вы оба, но кто как воспринял это. После новости о беременности она очень сильно изменилась. То есть, сначала сказала, что не уверена во мне, а пропала ласка и забота с ее стороны. Ну, да, это вот, значит, отношение к беременности. Вот потом, вроде, все было хорошо, а что изменилось? Ну, то есть, вы же понимаете, что вот, значит, было все хорошо, потом все пропало, потом опять все хорошо. То есть, ну, что изменилось, наверное. После свадьбы все поменялось, она отстранилась, ничего нет с ее стороны. Говорит, что я урод, порчу жизнь, мать, ее тоже оскорбляет. Я не понимаю, что я сделала и что происходит вообще. Нужно вам расспрашивать девушку, чего она хочет, что ее беспокоит и так далее. То есть, проявить некую такую, может быть, внимательность для того, чтобы понять. И в то же время, в то же время, необходимо не позволять навешивать на себя то, что не ваше. То есть, вот, навязывать, там, какое-то, да, чувство вины, может быть, и так далее. Потому что, ну, вот, из этого нам точно ничего хорошего не получится. Вот. Совершенно точно ничего хорошего из этого не выйдет. Вот. Дальше. Я не понимаю, что я сделаю, что происходит вообще. Естественно, мы тоже не понимаем, что происходит, потому что речь идет про третье лицо. То есть, про вашу девушку и, соответственно, что происходит нам, так же, как и вам, не я. Но, опираться нужно здесь на себя, опираться здесь нужно на свои чувства, опираться здесь нужно на то, как вы реагируете, ну, вот, на всю эту ситуацию. Вот. И действовать, исходя из нее и из вашего отношения и чувств к девушке на данный момент. Это то, что вы можете сделать. Потому что, дело ведь в том, что вам может и не стать известно о том, что с ней происходит. Вот. Ну, вы можете просто не узнать о том, что с ней происходит, что ее беспокоит и так далее. Вот. Она вам может не сказать об этом, потому что, быть может, не знает сама, а может быть знает, но там как-то не хочет, да, говорить и прочее. И вам, мне кажется, дабы вот не скатываться в зависимость от нее, дабы не как-то погружаться вот в какие-то требования от нее, каких-то ответов и прочее. Вот. Вот. Необходимо драться на себя в этой ситуации, да. Вот. И. И. Ну, исходить исключительно из того, что нужно и что хочется именно вам. Вот. Вот. Вот как-то так. Потому что, ну, понятно, что то, что происходит сейчас, это неприятно, это ужасно. Вот. Хотя вы, опять же, ничего об этом как будто бы не говорите, то есть вы не говорите о своих ощущениях, да. Вы не говорите о том, что вы чувствуете, может быть, вот, а вы, например, ну, к примеру, да, вы можете обижаться на девочку, да. И можете как-то вот, ну, не принимать, допустим, какие-то ее доступны, доступны поведения и так далее. Вот. Но сдерживает себя, да, и это остается в туне. Ничего хорошего из этого не получится и, на мой взгляд, вам нужно, ну, коль вы хотите вот наладить отношения, да, вот, вам нужно стремиться к тому, чтобы быть по возможности более, искренним, да, искренним тоже, вот, и вот на этом, ну, центрироваться, центрироваться свое внимание, то есть, ну, стараться, тикатеть, именно к искренности, пускай она будет не всегда такой удобной, да, вот, то есть, ну, там девушке может, например, что-то не нравится, в том, допустим, как вы реагируете, вот, ну, ничего, пусть это будет, пусть это будет, потому что истинность, на мой взгляд, лучше, чем, вот, какая-то такая попытка, да, себя зажимать, вот, это вот, то, что, на мой взгляд, сейчас делаете вы со собой. И из-за чего, вот, собственно, как мне кажется, в том числе, формируется некое напряжение, да, формируется некая напряженность, вот, между вами и девушкой в том числе, вот, а, ну, что бы его не было, нужно его стараться снимать. Как-то так, на этом все. Я думаю, что, я думаю, что лучшим, самым лучшим способом решения проблемы было бы, конечно, обращение к психологу, да, вот, и проведение парной консультации, где вы могли бы обсудить, то, что происходит, да, при условии, ну, при условии, что девушка считает проблемой то, что происходит, и вот, как-то так, вот, естественно, если девушка не считает проблемой то, что происходит, и не хочет идти, например, к, допустим, психологу, вот, не хочет обращаться за помощью, вот, что в таком случае, 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 повторюсь, вам нужно думать о себе, и смотреть на то, как вам в этой ситуации себя вести, что вам в этой ситуации делать, и как вам в этой ситуации максимально защитить свои интересы, вот. Можно говорить о том, что девушка сейчас одна подделочка, можно говорить о том, что, что сейчас нужно о ней заботиться, т.д., но, по мой взгляд, у этого, к сожалению, есть весьма негативные, возможные последствия. На этом все, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь, по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, вот, всего самого доброго.